assalamu alaikum warahmatullah меня зовут кемаль удач вчера я публиковал одно видео но мне самому это не понравилось потому что связь была плохая и шум на улице было в общем я решил это все снять заново но не как стрим который автоматически вещает и зависит от скорости интернета заранее записать и выложить файл думаю так будет более более качественно и так тема мукатат сегодня 20 февраля вчера я там назвал другую дату просто на месяц ошибся вот 20 февраля сегодня мукатат что такое мукатат в начале некоторых сур курана встречаем мы аббревиатуры которые так и называются мукатат отрезанные буквы хуруф аль мукатат за всю историю куранической экзегетики толкования и тафсиров было бесчисленное количество подходов теории методов истолковать что это такое но все они были обречены на неудачу почему у всех одна и та же проблема все обращались за помощью к источникам которые вне курана вне курана поэтому они были обречены на неудачу но единственное исключение может быть метод рашада халифа это ученые двадцатого века он обратился к самому курану и сделал выводы эти выводы приемлемы поскольку они основаны на сам куран не все выводы конечно например вывод о том что некоторые аяты и не из курана это неприемлемо то что эти буквы буквы из 29 сур использованы в этих сурах в кратном количестве 19 это объективная данность да действительно так можно относиться к самому рашаду халифа по разному но приведенные им факты подтверждаются самим кураном можно посчитать количество повторов этих букв они действительно кратные 19 все остальные но те которые считаются классическими и общеизвестными не могут привести доказательств или же обосновать свои выводы самим кураном а вот после того как мы заметили этот ложный первый шаг мы решили пойти именно с учетом этого изъяна мы решили обратиться к самому курану и не выходить за рамки его и очень легко и очень быстро нашли что такое мукатат что они обозначают и для чего они использованы сразу скажу все аббревиатуры в начале сур это сокращение куранических концептов концептов концепты именно и составляют являются составными элементами элементами курана для того чтобы понять эти концепты нужно знать сначала значение смысл самого слова куран куран образован от корня пара пара это синтез когда составные элементы соединены в одну точку и образует нечто новое живое точно так же как в утробе матери собирается все жизнеобразующие элементы и создается новый плод новый человек и точно так же куран это синтез всех божественных концептов но сам автор курана аллах называет эти концепты имена аллаха концепты наученные сами аллахом поэтому начало каждой суры мы видим в начале каждой суры и так эти концепты перечислены в самом куране в одной суре которая так и начинается делай синтез это девяносто шестая сура девяносто шестая сура повелевает делать синтез и далее перечисляет именно вот эти элементы которые составляют являются составными частями этого синтеза то есть куран алкурану это синтез божественных концептов которые перечислены в девяносто шестой суры не надо выходить за рамки курана и обращаться и искать где бы то ни было сам куран является мубийну мубийн это разъясненный и разъясняющий то есть куран сам себя разъясняет куран разъяснен самим кураном разъясняет сам куран вот теперь после того как мы выяснили я просто говорю о окончательных выводах как мы к этому пришли это тема отдельного видео после того как мы выяснили что мукаттаат это концепты перечислены в девяносто шестой суре вот давайте приступим к самим этим аббревиатурам аббревиатуры при применены в начале двадцати девяти сур почему это так это традиция божественных писаний если обратиться к предыдущим писаниям например которые к евангелию там тоже можем заметить аббревиатуры например само слово танах это священное писание у иудеев само слово танах образовано как раз как аббревиатура состоит из трех слов тора небе ум к этому тора это второзаконие то есть вернее пятикнижие моисеева которое дано с всевышним богом да и небе ум не будем я могу неправильно произносить иудейские слова за это заранее прошу прощения но вторая вторая буква это означает небу им пророки и третья буква означает к этому им книги писания то есть сам акроним танах это аббревиатура которая включает себя три составные части первое пятикнижие моисеева далее пророки и далее писания книги это традиция предыдущих небесных посланий которую продолжает и подтверждает куран и для облегчения понимания от метода формулы закономер законов вот этого синтеза и автор курана сам всевышний аллах использует именно вот эту методику когда начинается раскрытие одного но нового не одного а нового концепта и дается как заглавие вот эта аббревиатура и так таких сур 29 и каждая буква в этих аббревиатурах имеет свое объяснение в суре 96 сура 96 начинается делай синтез и дальше сам бог учит как делать синтез бисми рабби каллади халак от имени или именем или же концептами твоего господа который сотворил он сотворил все включая и эти концепты и эти имена то есть быть соответствовать этим законам то есть придерживаться законов самого сотворения не нарушать человек сотворен слабым то есть это начало синтеза имена бога данные им а также законы сотворения а также слабость человека это раскрывается в первой суре который начинается с алиф ламмим это сура бакара сам бог учит этим именам если прочитать эту ссору через призму а вот этого открытия то становится все ясно в этой суре бог учит адама имена и все окружающие люди но там они названы маляйки они оказываются слабы в знании этих имен это концепты но по суре бакара я сделаю отдельный отдельное видео не стрим уже отдельное видео и рассмотрим полностью всю суру через призму открыл раскрытие божественных имен то есть первые два а это 96 суры раскрываются во второй суре и дальше эхра делай синтез и сам аллах приводит и на своем примере учит нас как делать синтез как делать карат вараба кал акром твой господь щедрейший или проявил еще большую щедрость нежели просто вот так вот сотворил и в чем проявляется щедрость он сотворил посредством писания а также сообщил ему то чего тот то есть человек не знал и читаем дальше это третья сура которая раскрывает именно то как бог проявляет свою щедрость на примере но в этой суре на примере закария яхья мария пейса и так далее то есть вот эти праведники которые известны верующим тогдашнего периода верующим которые известны тора и евангелие вот и храм подтверждает то что они были праведники и им были проявлены щедрость и милость свыше это раскрытие у раббака аль акром все имена все имена аллаха собраны сконцентрированы именно в этом атрибуте аль акром щедрейший если он творит он творит щедро если он дает пропитание дает щедро то есть то что подобает божественному величие и дальше аль ладия аль лама белка лам аль ламя на он научил через писание а также сообщил то чего человек не знал и дальше считаем седьмая сура раскрывать именно это алиф лам мем сот бог учит писанию и сот что тогда означает алиф лам мем что такое а значит что означает сот алиф лам мем смотрим на всю суру 96 и там находим что алиф лам это сокращение от сокращенная аллах это традиция предыдущих писаний где бог пишется через сокращенное б дефис г вот так вот было всегда вот так и продолжается в куране то есть алиф лам это аллах мем читаем первые же аяты и видим что проявление то есть действие которое приписано этому богу аль лама учит сообщает дает знания то есть все мы этот уже мы знаем и каждую каждая сура которая начинается с алиф лам мем нам известно что уже что это аллаху аллах учит аллах знает аллах дает знания аллах сообщает и так далее алиф лам это аллах мем это аллах аильм и так далее алиф лама то есть спряжение в разных лицах и то есть формы в разных лицах и в разных глагольных временах то есть и третья и седьмая сура аллаху аллаху аллах ассад это салат потому что в той сури в 96 только два слова имеют в своем составе сад и только одно начинается с этой буквы салла салат алиф лам мим алиф лам мим алиф лам мим алиф лам мим сад аллаху 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 аллах аль лама аллаху аллах ассалата и дальше 10 11 и 12 начинается с алиф лам ра читаем 96 суру и видим что Второе слово, приписываемое к Богу, это слово руджа. Руджа – это возвращение. То есть судный день, спрос, расчет, весы, награда, наказание. Вся эсхатологическая тематика – это алиф лам рра. Алиф лам – мы уже знаем, что это Аллах. А если связаться с 96-й сурой, то это будет «Иллаллахи ар-руджа». «Иллаллахи ар-руджа» – возвращение к Богу. И дальше 11-12 суры приводят два примера. Пример заблудших, неверных грешников и так далее. И пример праведников, верующих, богобоязненных, кто на правильном пути. 11-я и 12-я суры приводят именно эти два примера возвращения к Господу. 11-я – это возвращение грешников, а 12-я – это возвращение праведников. И читаем 96-ю суру. Действительно. Видел ли ты того, кто препятствует рабу, который делает салат? Это грешники, которые препятствовали распространению призыва Единобожия. И «Ар-эйта ал-инкана ал-ал-гуда» – «Видел ли ты, если бы он был на правильном пути?» И другой пример – возвращение тех, кто на правильном пути. Это 12-я сура на примере Юсуфа а.с. Если бы он призывал к таква, к остереганию от ослушания. И читаем 13-ю суру, которая начинается с «Алиф-Лам-Мим-Ра». «Алиф-Лам-Мим» мы уже знаем. Аллах учит делу, как воля Аллаха проявляется, как Он вершит дела людей, всего мироздания этой жизни и жизни будущей и так далее. Там собраны, там сконцентрированы, там сделан синтез вот этих законов. И центральная идея – то, что «Амр Аллахи» «Инн Аллаха ла югайиру ма би комин хатта югайиру ма би анфусихим» Бог не меняет положение людей, пока сами люди не поменяют то, что зависит от них. Итак, 14-я и 15-я сура продолжают этот перечень. Это уже реакция на то, когда приходят и призывают к богобоязненности, к такву, грешники. Они реагируют так, что отворачиваются и отвергают, то есть отказываются следовать. И окончательный вердикт – «Алам я'лам би анна Аллаха яра». Неужели они не знают, что бог все это видит? Это значит, что бог просто так не оставит. Если он начал призыв и предостережение, то обязательно доведет до логического завершения и поставит точку. 14-я и 15-я суры раскрывают именно два этих аэта, эти два концепта тех, кто отворачивались и тех, кому было проявлено имя Аллаха, который все видит. 14-я сура о тех, о племени Муса, а также о Давоте Ибрагима, но там есть еще и другие моменты. Центральный вот эти два – это люди Писания и мушрики, которые берут начало от призыва единобожию Моисея, а также от призыва единобожию Ибрагима, потомки, которые оставили, отошли, откололись от первоначального истинного и правильного пути. И 15-я сура о том, что бог вмешивается, все это видит и без наказания и без установления справедливости не оставляет. Таким образом, алиф лам ра – это илаллахи ар-ружа, или же Аллаху амра, мы уже знаем, что ра также имеет значение амра. И 15-я также имеет еще третье значение ра – Аллаху и яра. И 15-я сура, да. И следующая у нас будет 19-я сура, которая начинается кафха я айн сад. Читаем 96-ю суру, и действительно, там мы видим раскрытие этих аббревиатур. Кафха – это кана аалал-худа – те, кто был на правильном пути. Сура начинается именно с упоминания этих людей. Закария, Яхья, Мария, Маиса, Ибрагим, Муса, Харун и другие праведники. Это первая часть этой суры. Вторая часть – я айн сад. Это те, которые выступают против этих праведников, выступают против распространения их давата, то есть препятствуют. И действительно, в 96-й суре мы читаем я айн сад – это янха абда илал салла. Кафха я айн сад – раскрывается, расшифровывается, как кана аалал-худа, амара – нет, янха абдан илал салла. Так, идем дальше. Двадцатая сура – та-ха. Ха мы уже знаем из девятнадцатой суры, что это гуда, что это правильный путь. Та. Что означает та? Если обратиться к 96-й суре, то видим, что это ятра. Вообще, два слова, там в двух словах использована эта буква. Это звук, это ятра и ха-тыа. Ятра собирает в себе именно вот этих грешников, главари грешников. И действительно, мы можем заметить, что все суры, начинающиеся с та, упоминают об этих тарутах. Лаятра, тарут, тугьян и так далее. Все это символизирует фараонов. В двадцатой суре есть упоминания фараон, в двадцать шестой, седьмой и восьмой. Во всех сурах упоминания фараона и муса. С одной стороны фараон, с другой стороны муса. Фараон олицетворяет тарутов, муса олицетворяет гуда, тех, кто на правильном пути. Таким образом, таха – это тарут ва гуда. Ятра и гуда. Можете понимать, как хотите. Это те, кто приступают к границе дозволенного и противоположность – это те, кто на правильном пути. Это можно расшифровать, как те, кто приступают к границе дозволенного, указанного в описании, в учении правильного пути и так далее. То есть, то, что известно, это тарут и гуда. Так, идем дальше. Двадцать шестая сура начинается как «та-син-ми». Двадцать седьмая – «та-син». Двадцать восьмая – также «та-син-ми». Три раза упоминается «син». В девяносто шестой суре три слова начинаются с «син». Это «истерна», «сафаа», «васджуд», «саджида». «Истерна» – это страсть к богатству, которое является первопричиной грехов, всех грехов. И действительно, двадцать шестая сура раскрывает именно вот эту часть грехов, первопричину. Сура от начала до конца рассказывает об этих примерах. Когда приходят посланники и прозывают свои племена, они выступают и всячески отворачиваются и приводят отговорки, что, мол, ты лжец, сам придумал, никакого наказания, воскресения, рая, ада не будет. Значит, мы как хотим, так и будем тратить свое имущество. В общем, двадцать шестая сура – «та-син» – «та-гут» – «истерна». А третья – «мин» мы уже знаем на примере «алиф-лам-мин», что это «илм». И читаем дальше двадцать шестую суру. Ну, в конце, в третьей части суры Аллах учит пророка Мухаммада, как вести, да, вот, по отношению к тем, у кого проявилась эта болезнь «та-гут», и где причина «истерна». То есть «ятга» – «истерна» – «а'лена» или «аллена». То есть «илм» – «знание». Двадцать седьмая сура – «сафаа» – второе слово с корневым звуком «син». И действительно, там мы видим, что с одной стороны «та-гут», с другой стороны «сафаат» – «их наказание». Но есть еще третье значение буквы «син» в аббревиатурах – это «сажда». И действительно, там, в этой суре, в двадцать седьмой суре, мы видим ряд аэтов, которые описывают именно «сажда». С одной стороны, царица Савская, которая, услышав давот от пророка Соломона, приняла и уверовала. С другой стороны, призыв к тому, чтобы поклоняться только Богу. И Сулейман, который, несмотря на разные провокационные ситуации, остался верен и предан имени и приказам, законам Аллаха. То есть проявил сажда. То есть «та-син» в двадцать седьмой суре означает «та-тагут», «син-сафаат», которое означает «наказание этих тагутов», а также «сажда», на примере «праведников». А вот мы видим «та-ха», «та-син-мим», «та-син» – это противоположность двух полюсов. С одной стороны, грешники, с другой стороны, праведники. И вмешательство Аллаха через откровения и знания. И последняя, двадцать восьмая сура, в этой девятке сур, «та-син-мим», раскрывает те же самые концепты. «та-гут», «сажда», «айль». И там мы видим, действительно, с одной стороны, фираун, с другой стороны, муса, который проявил полную покорность воле и повелению Аллаха. И в конце Аллах, так же, как в двадцать шестой суре, дает знания Мухаммаду, алейхиссалам, на примере вот этого прецедента Моисея, что ты будешь в будущем так-то, так-то, так-то и так далее. Это знания о будущих событиях. Ну, возвращение к Мекке, открытие Мекке и так далее, которые даны в двадцать восьмой суре. Таким образом, мы рассмотрели три девятки сур, начиная от второй до двадцать восьмой. И проследили их связи с девяносто шестой сурой. Дальше следуют четыре сразу четыре суры, которые начинаются с алиф, лам, мим. И мы уже знаем их расшифровку. Алиф, лам, Аллах, мим, альм, 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 альм. Три варианта. И действительно, мы можем связать с аятом девяносто шестой сурой. Вот эти моменты раскрыты в этих сурах, но с другого аспекта. Как проявляется всезнание Аллаха в этих ситуациях. Прочитайте эти четыре суры через призму этих концептов. Надеюсь, вам будет понятно чуть больше, чем обычное чтение. Итак, следующая, 36-я сура, которая начинается с «Ясинь». «Ясинь» по порядку аятов 96-й суры подходит к аяту «Ла иллям янтахи ла насфаам биннасия». Мы уже видим «Я». Уже мы читали в 19-й суре «Я айнсад». «Я» мы там читали, что это «Янха абдан иза салла». «Янха» – корень «Нахи» – препятствовать. И действительно, дальше, в 36-й суре, там речь идет именно о тех, кто препятствует дауату. Аллах отправил не одного, а двух посланников. Эти кафиры отвергли обоих. Аллах укрепил их третьим посланникам, но все равно они препятствовали. И в конце «Сафаа» – «Сафаа» мы уже читали в 27-й суре. Это «Наказание». То есть 36-я сура о тех, кто препятствует и о том, как они будут наказаны. «Янха» – «Сафаа» – или же по порядку аятов в 96-й суре. «Ла-Иллям янтаги ланасфаа» – «Биннасия». И дальше, 38-я сура, которая начинается с «Садда». Интересный момент, начиная с 38-й суры, структура этих сур несколько меняется. Например, 38-я – «Садда вал-Кур'ана зи-зикр» или 50-я – «Кафи вал-Кур'ана ал-Маджид» или 68-я – «Нун вал-Калами ва-Ма-Яс-суру». Что это означает? «Садда» – мы уже знаем, что это «салат». Что такое «салат» раскрывается в 38-й суре. Там приводится, что кафиры отказываются совершать салат, отказываются следовать указанному пути, пути единобожия. Они даже удивляются. Неужели он, то есть пророк, они о пророке говорят, неужели он запрещает все боги, оставляет только одного? То есть они не хотят следовать закону единобожия. И дальше в этой суре Аллах приводит примеры предыдущих пророков-посланников, пути, которым должен следовать последний пророк и его последователи. Там упомянуты Дауд, Сулейман, Аюб и другие пророки и посланники, которые являются примером для следования Мухаммаду и всем верующим в Аллаха. 50-я сура по структуре, подобно 38-й, раскрывает каф. Что такое каф? В 96-й суре каф объединяет несколько значений. Это таква, это ихра, а также вактарибба. Но если пойдем по порядку, мы можем вычислить, какое именно из этих концептов там выражено. После 38-й суры мы подходим к семерке сур, начинающихся с хамим. Хамим означает халака уаллама, творение и учение, материальное и нематериальное. Если обратиться к 96-й суре, то там мы видим эти два концепта, связанные с двумя повелениями. На самом деле это одно повеление, просто повторенное дважды. Ихра, именем или с концептами твоего Господа, который сотворил творение. Тут обозначены ха. Твоего Господа щедрящий, который научил творение и учение, является основными двумя основами краат. Синтез значит материального и нематериального. Законов творения и законов учения. Хамим дает пример именно вот этого синтеза, который служит для подготовки последнего пророка к пророческой мессии, а также последовавших ему первых верующих. И другой интересный момент. Эти семь сур с хамим, они по своему контенту, внутреннему содержанию схожи с сурами алиф, ла, ми. Таких сур восемь, сур с хамим семь. Тогда какая сура схожа с какой сурой? Первая сура, вторая под номером два. Первая с аббревиатурой, сура Бахара. Мы уже говорили, что это бисмилляхар-рахманар-рахим. Аллах учит имена. Которая является неким зонтичным, под которой следуют семь сур алиф, ла, ми и семь сур хамим, которые взаимопохожи. Итак, 40-ая сура схожа с третьей сурой, 41-ая сура схожа с седьмой сурой. 40-ая, 41-ая начинается с хамим, а третья, седьмая сура с алиф, ла, ми. Алиф, ла, ми. 42-ая сура хамим, аин, син, каф, схожа с тринадцатой сурой. Алиф, ла, ми. Ра. 43-я, 4-я, 5-я, 6-я суры начинаются с хамим, которые почти что одинаковы, схожи по своей главной идее в этих сурах, с сурами 29-30 и 31-32. Алиф ламмим означает Аллаху Аллима, хамим означает халаха у Аллима. Так что вернемся к суре 42, там помимо хамим есть еще второй аят, Айн Син Каф. Я еще раз повторяю, для расшифровки вот этих аббревиатур мы обращаемся только к 96-й суре и там находим все ответы. Айн Син Каф это раскрытие последнего аята. Ла Ту Та Аху, где сильнейшая буква это Айн. Ла Ту Та Аху, не повинуйся ему, то есть тому, кто препятствует распространению давата. Син это сильнейшая буква в слове Васджуд, означает Саджида. Каф это сильнейшая буква в слове Вактариб, где корнем является Курб, Карада. Ла Ту Та Аху, Васджуд Вактариб. Айн Син Каф. А если связать с 13-й сурой, то мы можем сделать вывод, что Амр, которому научил Аллах в 13-й суре, и есть то, что приказано пророку, последнему пророку в этих трех концептах. Не повинуйся никому из препятствующих, а покорись и подчинись небесному откровению и приближайся тому, что обещано. И вот это последний концепт, приближать и приближаться, и раскрывается в следующей, 50-й суре с аббревиатурой Каф. Каф, Каф, Вал-Кур'ан, Аль-Маджид. Каф это Курб, Кара, Вактариб. Приближайся и приблизься. Там собраны все оттенки и значения Карб, Кара, Курба. Там главная тема, это приближающийся судный день. Там есть тема, приближающаяся открытие Мекки. Там есть тема близость и близость Аллаха к своему рабу. Близость настолько, что ближе, чем сонная артерия. Близость смерти грешников и так далее. В общем, приближающийся конец всего и для верующих пути приближения к Аллаху. То есть тема близ, если брать тоже русский корень, слово близкий, приближаться, приблизиться. Это близ. Каф это Курба. Курба, Вактариб. И остается последняя сура с аббревиатурой. Это 68-я сура. Нум. В 96-й суре мы читаем. Вот эти две категории грешников. И являются адресатами и главными персонажами в суре 68. Поэтому нун в этой суре означает насия, наадия. Главы арабов, но это Курейш. И их союзники, арабские племена, их поддержатели. Но есть еще другие варианты. Наадия это дару на два. Но это вне куранические источники. В общем, наусия это главари арабов. Наадия их поддержатели. Это может быть поддержатели главари внутри Курейша. Это могут быть арабы, которые окружали Курейш и подчинялись этому центральному племени. Таким образом, нун это наусия и наадия. Поэтому нун означает два концепта. Таким образом, мы связали все суры с аббревиатурой с сурой 96. И действительно, мы можем смело утверждать, что эти аббревиатуры раскрываются только лишь самим Кураном. И более того, Куран приказывает делать синтез именно вот этими концептами. Икра, делай синтез и дальше сурой 96, перечисляет эти концепты. И весь Куран является синтезом вот этих концептов. И эти концепты названы в самом Куране как Исм. Имена Аллаха. Имена Аллаха, то есть Аллах сам, как Творец, создал эти концепты и научил. Имена от Аллаха. То же самое, что цена производителя, это не значит цена этой фабрики, а наоборот, цена установленная производителем. Имена, данные Аллаха. Аллах дает имя. Аллах проявляет вот эти концепты в объективной реальности. Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, что Куран самодостаточен, сам себя раскрывает и не нуждается ни в каких посредниках, ни в каких помощниках, точно так же, как его автор, сам Аллах, как единственный истинный Бог. Не нуждается ни в каких помощниках, ни в каких посредниках. Я знаю, насколько это важно для сегодняшних мусульман. Мы можем призывать всех уверовать в Куран, как единственный источник в религии Аллаха. И можем смело утверждать, что помимо Курана, ни один другой источник не может объяснить самую главную загадку Курана, Аль-Хуруф, Аль-Мукатта'ат. Я делюсь этими выводами с вами. И прошу вас делиться в других соцсетях, дабы верующие мусульмане, которые ищут ответы на эти очень серьезные вопросы по Курану, нашли все-таки ответ в готовом виде. И не искали, как это делали предыдущие поколения, не искали где-либо в других источниках, помимо Курана. Куран самодостаточен, сам себя раскрывает и раскрыт самим Кураном, вернее, самим автором Курана, который не нуждается ни в каких посредниках, ни в каких помощниках. Это первое видео. Далее я буду выкладывать отдельные записи по каждой из этих сур. И там мы будем рассматривать уже внутренние содержания этих сур и проследим, как эти концепты раскрываются в этих сурах. Меня зовут Камаль Юлдаш. Ас-Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ас-Саламу алейкум ва аля ладзин ахтадов. Ваалхамду лиллэйхи араббил ааламин.